Пункт обогрева бездомных работает с 8 до 16 часов. Здесь можно не только согреться, но и пообедать, получить теплую одежду и помощь в восстановлении документов. От посетителей отбоя нет. Во временном приюте рядом с железнодорожным вокзалом посетители со всей области. Приходят и люди преклонного возраста и молодежь. Ирина Белецкая из Артемовского района. Женщина рассказывает, ее квартиру пропил отец. И уже 7 лет ей приходится жить на вокзале. Тому, что открыли такой пункт обогрева, бездомная очень рада. Мне лично нравится, что есть все. Кормят, одежду привозят. Мне лично это нравится. Мне лично хорошо с ними. Общаться, разговаривать, общительные люди. В пункте обогрева находят приют не только бездомные, но и пассажиры, опоздавшие на электрички и поезда. Мария Капланян утром приехала из Северска. Днем домой уехать не успела и решила подождать здесь. Очень довольна. Это очень хорошо, когда большой мороз. И люди оказываются на улице. И здесь очень хорошо. Можно горячее покушать и теплый приют найти здесь уютно. Работники пунктов рассказывают, деньгами и продуктами обеспечивают не только горосполком и Красный Крест. Горячие обеды бездомным привозят и благотворительные организации, и предприятия. Одежду и еду приносят, узнав о приюте, жители соседних микрорайонов. Социальные работники говорят, рацион у нуждающихся разнообразный, а продуктов хватает, чтобы обеспечить трехразовое питание. Горосполком привез бульон, печенье, чай, хлеб, пряники, Красный Крест, бублики, тоже чай, колбасу привезли. Керцентр привезли бульон, хлеб, кашу привозили. Ну, я считаю, что для них это нормально. Каждого, кто приходит сюда, обязательно записывают. У бездомных узнают личные данные, год рождения и место прописки. В пункте обогрева работают и представители стационарного приюта для бездомных, который находится в Пролетарском районе. Они направляют нуждающихся в больницы, дают адрес приюта, а желающим помогают восстановить документы и даже устроиться на работу. Сейчас поток – это без регистрации. Люди остались по разным причинам. То родственники продали дома, квартиру, и они остались бездомными, естественно, без прописки. Если прописки у них, ну, регистрация сейчас называется, если у них нет регистрации, значит, они не могут официально трудоустроиться, они не могут пенсию получать, они не могут группу инвалидности оформить и так далее. Этим мы занимаемся. За день только сюда приходят больше 50 человек, а в понедельник, по информации городских властей, во все три пункта обогрева обратилось почти 200 дончан. Оксана Виттер, Сергей Середа, Панорама.